О том, что здесь бассейн, сегодня напоминает только тематическая мозаика на стене. В остальном – стройплощадка. Ремонт в здании решили провести капитальный, чтобы после этого юным спортсменам еще долго не грозил переезд. Главе Сочи показали проект, по которому ведутся работы. Бассейн останется в длину таким же – 25 метров, 4 дорожки, но станет чуть мельче. Причина проста – прыжками в воду в Сочи интересуются гораздо меньше, чем плаванием. Желающие попасть в секции плавания чуть ли не в очередь выстраиваются. Параллельно в одном бассейне идут тренировки сразу нескольких групп. А вот во время тренировок прыгунов больше 15 человек рядом находиться не должно. Поэтому ставку сделали на массовый спорт. Бассейн будет отвечать всем профессиональным требованиям, а система фильтрации станет сильнее и современнее. Когда мы планируем закончить? Значит, контракт, Анатолий Николаевич, у нас контракт до 1 августа 2018 года. Но вероятность того, что мы можем завершить его до 1 апреля. Здание было построено в 30-х годах. В 61-м реконструировано. После этого школа ремонта не знала. Глава Сочи принял решение сохранить исторические и значимые для города объекты. Поэтому вторую спортшколу решено было не просто отремонтировать, а по сути заново вернуть к жизни. Историческая мозаика – единственное, что останется нетронутым. Правда, ее отполируют. Все остальное заменят, покрасят, переустановят. Спортзал тоже претерпит большие изменения. После ремонта баскетболисты и гимнасты будут заниматься на новом современном покрытии с хорошим освещением. Всего в спортшколе занимается около 700 человек. Все ждут окончания капремонта. На сегодняшний день мы уплотнились, перешли все в бассейн на юных ленинцев. Там проводятся занятия. Очень тесно нам. Но мы готовы потерпеть, готовы ждать. Строители обещают, что в следующем году мы уже зайдем в это новое здание. Только на оборудование для бассейна запланировано направить 16 миллионов рублей. Общая же сметная стоимость всего проекта – 110 миллионов. Глава Сочи отметил, с финансированием проблем нет. Не должен вызывать беспокойство и график. Детки, спортсмены наши могут рассчитывать, что с 1 мая мы зайдем в обновленный спортивный комплекс с хорошим плавательным бассейном и с хорошим спортивным залом. И, естественно, со всеми коммуникациями, которые просто необходимы. Уже к Новому году строители должны закончить работы на фасаде. А в следующем году ремонт запланирован в бассейне на улице юных ленинцев. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.